Глава седьмая Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должна заколать на том месте, где заколается всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь стук, курдюк, и тук, покрывающий внутренности, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени. С почками пусть он отделит сие. И сожжет сие священник на жертвенники в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужеский пол священнического рода может есть ее. На святом месте должна есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому. Вот закон о жертве мирной, которую приносит Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит в приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной. Одно что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он в возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертва его должна есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно. А оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вмениться. Это осквернение, и кто будет есть ее, тот понесет на себе грех. Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне. А мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой, или к нечистому скоту, или к какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, никакого тука ни из вала, ни из овцы, ни из козла не ешьте. Тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно употреблять на всякое дело. А есть не ешьте его, ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истребится душа та из народа своего. И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших, ни из птиц, ни из скота. А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего». И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу, тук с грудью должен он принести, и сальник на печени, потрясая грудь пред лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертвих грудь потрясания и плечо возношения, и отдаю их Аарону священнику и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых. Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синае, когда повелелся нам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношение их.